Тысячи людей собрали сегодня в Нью-Йорке, Вашингтоне, Шанксфилле, штат Пенсильвания, чтобы почтить память погибших в день самого крупного теракта в истории. Террористы, атаковавшие США 11 сентября 2001 года, убили 2977 человек. 24 до сих пор считаются пропавшими без вести. Джихадисты из Аль-Каиды захватили четыре пассажирских самолета и использовали их в качестве управляемых бомб. Два самолета протаранили две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Один врезался в здание Пентагона. Еще один, целью которого должен был стать Белый дом или Капитолий, упал в Пенсильвании. Пассажиры оказали сопротивление террористам. Церемония в Нью-Йорке проходит у Национального мемориала и музея 11 сентября. Здесь каждый год собираются родственники, друзья и близкие погибших. Каждый год зачитываются имена жертв обеих террористических атак на Всемирный торговый центр 2001 и 1993 года. Есть и другая традиция, связанная с днем траура. Это общегородская минута молчания, знаменующее время трагедии. В Нью-Йорке их четыре. Первая в 8 часов 46 минут утра. В это время самолет компании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Вторая в 9 часов 3 минуты утра, когда самолет United Airlines протаранил Южную башню. Третья минута молчания в 9 часов 59 минут. Момент обрушения Южной башни. Четвертая в 10 часов 28 минут. Обвалилась Северная башня. В Вашингтоне минута молчания проводится в 9 часов 37 минут утра. В это время самолет American Airlines врезался в Пентагон. В городе Шанксвилл, штат Пенсильвания, в 10 часов 3 минуты. Тогда потерпел крушение самолет авиакомпании United. Эти теракты организовала и провела джихадистская организация Аль-Каида. После атак 11 сентября 2001 года США объявили войну международному терроризму, получив поддержку международного сообщества. Впервые в истории практически все государства мира воевали с одной негосударственной структурой – Аль-Каидой. Также впервые в истории была задействована статья Устава НАТО, предусматривающая, что все государства Альянса обязаны прийти на помощь союзнику, ставшему жертвой агрессии. Результатом этого стали вторжения в Афганистан и Ирак. Основатель и лидер Аль-Каида Усама бен Ладен был уничтожен спецназом США в пакистанском городе Аббат-Абат в 2011 году.